И мы с вами начинаем встреча, итоги апреля месяца всей большой организации нашего наставника, дабл-сребряного мастера Татьяны Шаманюк. Месяц получился очень продуктивный, интересно. У нас много очень прошло мероприятий в этом месяце. У нас была и дальневосточная волна, и Невская волна. И очень много у нас было людей, кто присутствовали на этом мероприятии лично. Сегодня у нас будет очень много историй. И знаете, очень важно, чтобы вы итоги смотрели именно с тем, что еще такого сделать, чтобы прийти к своему результату. И наверняка мне прям очень хочется, чтобы те истории, которые вы услышите сегодня, истории успеха, и они будут разных рангов, откроют вам наверняка людей, с которыми вам еще захочется поговорить и рассказать им о том, что есть Коралл Клаб, и есть шикарные возможности. И у нас в этом месяце 34 новых квалификации. И я немножечко не представилась. Зовут меня Екатерина Голубева. Я серебряный мастер компании. И мы с вами прям приступаем к цифрам. 33 новых квалификации, 15 новых директоров, 10 серебряных директоров, 3 золотых директора. У нас с вами 3 бриллиантовых директора, 2 новых мастера. И по всей организации у нас 89 дистрибьюторов, которые с экстра-бонусом и больше. То есть выполнили условия 750 баллов и больше. Давайте с вами познакомимся с нашими директорами. Директор – это самая первая базовая квалификация, с которой вообще все начинается. И когда в вашей организации много директоров, вы уже двигаетесь дальше. И у всех, у кого это получилось, мы поздравляем с первой базовой рентабельной квалификацией. Итак, давайте поприветствуем наших новых директоров. Это Татьяна Никифорова, город Хабаровск. Приготовьте смайлики, сердечки, аплодисменты. Анна Баун, Иркутск. Людмила Гомозова, Владивосток. Ирина Баранова, город Хабаровск. Как у нас говорят, радуйтесь прям как за своих директоров. И тогда в ваших структурах, в ваших организациях их только будет прибавляться. Светлана Хан, Хабаровск. Ксения Ланская, Краснодар. Анна Томилина, Иркутск. Смотрите, какие красотки, какая у нас большая и обширная география. Анна Ростова, Иркутск. Юлия Чернова, Москва. Марина Модина, Иркутск. Владимир Барбалин, Дальний Реченск. Марина Шиндякина, Хабаровск. Дмитрий Рублев, Комсомольск-на-Амуре. Наталья Гусева, Краснодар. Елена Солбиева, Санкт-Петербург. И я приглашаю к нам нашего нового директора из Краснодара. Это Наталья Гусева. Наталья, включайте камеру. Скажите, откуда вы? Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Гусева Наталья, мне 43 года. Я с города Краснодара. По специальности я педагог-хореограф. Моя сфера – это детки, маленькие детки, взрослые детки, разно-возрастная категория. Познакомилась я с Коралловым клубом совсем, ну как сказать, ну года два назад, наверное, познакомилась. У меня не было возможности. И хотела пользоваться, но не было почему-то возможности. Времени так думала, приглядывалась. Кабы-кабы. Но потом в дальнейшем все-таки на меня вышла моя одноклассница. И она говорит, Наташа, давай попробуешь. Классная продукция. Я все-таки решила, попробовала. Мне очень все понравилось. Результаты классные получила. Надеюсь на дальнейшие крутые результаты. Я просто уверена в этом, что так и будет. Вот. Почему я осталась в Коралловом клубе? Потому что мне очень понравилось здесь. И можно и здоровье восстановить, и дальше построить свой бизнес. Ну, в общем, вот как-то так. Мне пока все нравится. Довольно. И я вообще хотела в этом месяце стать апрелем. У меня долго не получалось. Но я загадала желание. Сказала, в апреле я буду директора. Все. Кровь из носа. И так получилось. Спасибо Кате большое, что помогла мне. Я очень рада. Спасибо большое. У меня в целом все. Наташа, а кто ваши потребители? Вот сильно хотели, желание загадали. А что делали для этого? Кто ваши потребители? Рекомендовала. У меня, ну, получается, родственники там есть с Дальнего Востока. Потом косметологи, врачи есть. Девочки. Спортсмены тоже. Девочки-тренера, которые со мной работают. Именно в художественной гимнастике. Они тоже заинтересовались и стали пользоваться продукцией. Ну, надеемся на дальнейшее сотрудничество, что они дальше останутся, будут получать результаты и останутся в Коралловом клубе. Вот. Ага. Отлично. Наташа, а вас все услышали? Ну, довольно-таки обширные группы, такие разных профессий. Вас все услышали? Ну, я пыталась донести информацию до всех. Ну, вроде как, ну, люди хотят, да, например, но что-то их, они вот сдерживаются, не знаю. Ну, пока присматриваются, может быть. Но я думаю, что в дальнейшем они все равно придут к Коралловому клубу, потому что это, на самом деле, крутой продукт, работает сто процентов. Я думаю, что они со временем, ну, в любом случае придут. Отлично. А вот те, кто еще думает, еще размышляют, присматриваются, вас это остановило? Нет, нет, я сказала, все, будет так, как я хочу, пойду дальше. И только вперед. Ага, отлично. Наташа, я знаю, что вы в Коралловый клуб пришли за деньгами. Что это для вас, вот прям уже получить первые деньги в Коралл Клаб? Как сказать-то правильно? Ну, достаток, он всегда нужен, правильно? Все, работа у меня, да, такая специальность, она как бы не многооплачиваемая. Хочется, конечно, быть и здоровым, и красивым, и молодым, и чтобы детки радовали, и семья была здоровая, и чтобы все было прекрасно. Отлично. Ну, я чуть-чуть добавлю, Наташа прям на перспективу пришла в Коралл Клаб, потому что понимает, что хореограф – это та профессия, которая, ну, в какой-то момент она уже не сможет ей заниматься. И сейчас она прям создает такую финансовую подушку безопасности и в перспективе дело, которое позволит ей, ну, вот прям в жизни, быть финансово обеспеченной. Наташа, я благодарю, уверена, у тебя все получится. Давайте еще раз поприветствуем, попоздравим всех наших директоров, потому что они в самом-самом начале пути, у них получилось, и все, кто встретится у них на пути, у них тоже получится, потому что они теперь могут и заинтересовать, и рассказать, и помочь людям получить результаты, и уже помочь получить первые деньги. Мы с вами двигаемся дальше, у нас следующая наша квалификация – серебряный директор. Готовьте свои эмоции, готовьте сердечки. И это Маргарита Коваленко, город Москва. Наталья Хигай, Хабаровск, Анастасия Хигай, Хабаровск, Ольга Шеметова, Иркутск, Ксения Феоктистова, Иркутск, Ольга Лазарева, Москва, Анастасия Севрюкова, Ставрополь, Яна Лабай, Комсомольск-на-Амуре, Ирина Черезова, Хабаровск, Галина Ефименко, Дальний Реченск. И я приглашаю сейчас к нам серебряных директоров. И включайте микрофон и камеру. Яна Лабай, давайте знакомиться. Яна, говорите. Здравствуйте. Яна, расскажите о себе. Откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Яна, я из города Комсомольск-на-Амуре, мне 40 лет, у меня двое детей. И в клуб я пришла на здоровье своего старшего сына. Десять лет мы боролись с аллергией, по нескольку раз в год нас увозили с отеком к Винке. Яначка, звук включи, у тебя звук выключен. Яна, звук включи, пожалуйста. Приселялась долго. Все, теперь тебя слышно, говори. Слышно, а сначала не было слышно? Сначала было слышно, с отеком к Винке увозили, вот это мы все услышали и дальше. Ну, в один прекрасный момент мы решили попробовать пойти по концепции здоровья. Очистив организм, пройдя все программы, мы уже полгода не вспоминаем о аллергии. Ну, периодически мы продолжаем чиститься, потому что у нас была еще, ну, плюс ко всему у нас была аллергия на цветение полыни. Ну, вот мы как бы подготавливаемся к этому периоду, продолжаем чиститься. Сама я, конечно, тоже иду по концепции здоровья. Надо своим примером ребенку показывать. Вот такие крутые результаты мы получили. А что еще получили, Яна? Результаты получили, а что еще? Ну, мы получили полноценную жизнь. Теперь мы можем гулять без страха, без уколов. Есть все, что захотим. Получили дополнительный доход, плюс ко всему этому. А кто ваш директор? Татьяна Шаманюк. О, директор Юлия Билы. Это наставники ваши. Татьяна Шаманюк. Отлично. Вы стеребренный директор. Кто в вашей организации у вас стал директором? Ну, я развиваю домашнюю ветку. Зарегистрировала маму, и поэтому у нас с ней общий теперь доход, который идет на продукт. Отлично. А потребители, кто эти люди? Под мамой и под вами? Потребители, родственники, коллеги, друзья. Всем рассказываем. Все хотят попробовать. Ваш результат, я так думаю, что всех вдохновил на то, чтобы заняться своим здоровьем. Ну, да, большинство людей, конечно, вдохновил. Многие не верят, считают, что я им вру. Ну, я никому не пытаюсь ничего доказать. Говорю, если хотите болеть, то болейте. А мы идем своим путем. Отлично. Это самое важное. Мы ищем тех, кто ищет нас и ищет возможность быть здоровыми, быть богатыми и быть счастливыми. Да, все верно. Яна, какие перспективы? Дальше какие планы у вас? Ну, в планах, конечно, развиваться дальше, расти, уйти, наконец, с ненавистной работы. Работаю я инженером-технологом на авиационном заводе. Поэтому есть в планах уйти с работы. То есть это уже такое прям... Когда доход будет позволять. Отлично. То есть это прям у вас уже такой прям стратегический план. При определенном доходе вы... Да, у меня такая цель. Отлично. А сроки у цели есть? Прописали их для себя, поставили? Ну, два года. Я надеюсь, все получится. Ой, Яна, я думаю, я уверена, у вас получится намного быстрее. Вот прям намного быстрее. Это вот прям сто процентов. Чего от души вам, прям от всего сердца вам желаю. Так, друзья, у кого есть знакомые, инженеры, которым, возможно, уже не нравится их работа, вы можете им точно предлагать как минимум стать здоровыми и в перспективе организовать дополнительный источник дохода. И у нас еще один с вами серебряный директор, это Ксения Феоктистова. Ксения, включайте микрофон и камеру. Давайте знакомиться с вами. Ксения, поднимите, пожалуйста, руку, чтобы не вам включить микрофон. Ксения, включайте камеру и говорите. И микрофон. Так, ну, скорее всего, что-то не получается. Давайте двигаться дальше. Дальше у нас следующая квалификация «Золотой директор». Это квалификация, которая позволяет уже стать участником золотого мероприятия. Это ЗДЗ, это крупная международная бизнес-конференция, которая проходит в Турции два раза в год. И давайте поприветствуем наших новых золотых директоров. Открытый золотой директор Елена Месяц. И я знаю, что Елена перепрыгнула через несколько квалификаций. Вот. Прям через серебряного директора. И в апреле месяце она открыта золотой директор. Следующий золотой директор Ольга Петрова, Иркутск. Новый золотой директор Дарья Подрезова, Николаевск-на-Амуре. И сейчас мы будем знакомиться с новым золотым директором Дарьей Подрезовой. Дарья, включайте микрофон. Всем здравствуйте. Меня зовут Дарья Подрезова, мне 33 года. Я мама двух деток, у нас мальчик и девочка. И два года назад мы с семьей переехали по работе мужа из города Хабаровс, город Николаевск-на-Амуре. И сейчас мы проживаем здесь. Моими партнерами являются мой муж и Юлия Перевалова. Она живет в городе Новосибирск. И с ней я познакомилась в Инстаграм, когда обратила внимание на ее историю жизни. И мой рост начался тогда, когда я начала активно и регулярно выполнять сетевые действия. К желаемому результату. В виде интервью или мне продолжать можно дальше? Даша, продолжайте, видно, слышно вас. И мой успех наступил не сразу. Изначально я начала развиваться в Инстаграм. И много говорила о продукте, но у меня не было никогда никакого отклика. Потом я решила поменять контент. И перестала много говорить о продукте, стала больше говорить о компании. Обучилась на официальном сайте себе, который предоставила компания в марафоне продвижения. Строго по алгоритму действовала так, как меня учили там эксперты, которые были приглашены. Но результата все равно не было. И когда-то давно Татьяна Шаманюк научила меня тому, что я не должна фокусироваться. В общем-то я делала, я делала регулярно. Я фокусировалась на своих действиях, но я поняла, что тот способ, который я выбрала для того, чтобы добиться своего результата, он мне на данный момент не подходил. И тогда я поняла, что мне просто необходимо что-то менять, мне необходимо просто что-то пересмотреть. И я почувствовала, что мне не хватает отдачи. В Инстаграм я рассказывала, но это было не то, это было не то поле, это были не те люди, возможно, на тот момент. И знаете, я говорила в Инстаграм, рассказывала со всей душой, но я не получала ничего взамен. И как будто бы назад мне возвращалась пустота. И я почувствовала, что я прям хочу этого диалога. И меня как развернуло, я просто захотела выйти в люди. Это была регулярная рассылка, и до сих пор это продолжается. Я делала активные действия, это были 30, 40, 50 писем в день. Я сфокусировалась на тот момент на потоковых специалистах, на специалистах, которые интересуются превентивной медициной. И таким образом ко мне пришла новая страна в организацию, у меня появилась Испания, у меня пошли люди. Я начала активно оконсультировать их о нашем продукте. И как-то, естественно, я работала под мужа. Муж мой, мой партнер по жизни и по бизнесу. Он продукт своего продукта, много о продукте он не рассказывает. Это его коллеги, знакомые. Таким образом, у меня с легкостью закрылось два директора. И сейчас я просто понимаю, что, выйдя в онлайн к людям, когда я пошла в поле, когда я увидела отдачу, я поняла, что в диалоге с людьми я отрабатываю навык возражения. Потому что отклик у меня пошел практически сразу стопроцентный, но это не всегда были положительные какие-то моменты. То есть приглашение на встречу. Опять же, я отрабатывала навык приглашения на встречу. Мне обязательно нужно было отработать навык ведения встречи. И я поняла, какой это кайф, потому что я прямо здесь, я прямо на практике прокачиваю себя. В тот момент, когда я сидела в Инстаграм, я теперь понимаю, что я там пряталась, и мне так было комфортнее. Но у меня не было никакого результата. И в конечном итоге я поняла, что в Инстаграме я тратила огромное количество, колоссальное количество времени, колоссальное количество энергии. Здесь же, когда я занимаюсь регулярной рассылкой, у меня есть готовый текст. И получаю хороший отклик. Таким образом, я отрабатываю в этот момент сразу несколько навыков, которым меня учат мои наставники. И сегодня я могу передать эти навыки уже своим партнерам, которые ко мне приходят. На сегодняшний день мой инсайт – это просто я живу в маленьком городе, который не такой уж и благополучный, как мне бы хотелось. Ну, так сложилось на сегодняшний момент. Но здесь и сейчас, в онлайне, благодаря компании, благодаря моим наставникам, благодаря тому, что я активно иду туда, где мне страшно, и где я понимаю, что будет моя зона роста, и я понимаю, что я обхватываю просто своими двумя руками, могу охватить весь мир. Например, сейчас у меня есть Испания, сейчас у меня зашли в организацию люди из Южной Кореи. И я просто благодарна когда-то вот прям... Именно все свои моменты, когда я была просто, ну, делала что-то не так. Очень классно ошибаться и очень классно иметь честность и возможность самому себе признаться, что ты косячишь. Слушайте, пожалуйста, ваших наставников. Наставники всегда говорят именно туда посмотри, где надо вот, куда ты вырастешь, куда ты повернешься, и там... Свой настоящий успех. Наверное, все. Даша, спасибо огромное. Ну, все услышали. Делайте действия, не бойтесь ошибаться, будьте на связи с наставником, и у вас все получится. И будьте в диалоге с людьми, с которыми вы взаимодействуете. Потому что именно в диалоге, задавая вопросы, коммуницируя, общаясь, задруживаясь даже с незнакомыми людьми, вы отрабатываете все группы навыков, и плюс еще и открываются у вас новые страны. То есть чем мы больше общаемся с людьми, тем мы быстрее приходим к желаемому результату. То есть статистика и темп встреч. Дарья, благодарю. Ну, давайте еще раз поприветствуем наших золотых директоров, поздравим их от души. И, конечно, пожелаем дальнейшего роста, такого же стремительного, как открываются новые страны, появляются новые люди в организации, новые потребители, новые партнеры. Мы двигаемся дальше. У нас следующий ранг – изумрудный директор. Но у нас в этом месяце изумрудов нет. Но зато у нас есть бриллиантовые директора. И, как у нас любят говорить, это уже практически одна ступенька до мастера осталась. Это мастер, только осталось немножечко времени. И когда эти замечательные наши бриллианты станут мастерами. Давайте поприветствуем, поздравим от души наших бриллиантов. И у нас это открытый бриллиантовый директор Анжелика Судакова, город Иркутск. И новый бриллиантовый директор Марина Язева, город Туркутск. С этими двумя замечательными женщинами я лично знакома благодаря дальневосточной волне в городе Хабаровске. И это сетевики. Ой, извините, еще у нас один новый бриллиантовый директор Мария Рубанникова, Иркутск. С Мариной мы тоже познакомились в Хабаровске на дальневосточной волне. Это невероятной красоты девушка. И когда она выходила на сцену за своим значком, вы знаете, я вот прям слышала, как вот и рядом со мной люди, и за спиной. То есть это вот такой вздох восхищения, потому что она невероятной красоты. Это осанка, это спина, это походка. То есть это невероятной красоты девушка. Вот со всеми этими прекрасными девушками познакомилась я на дальневосточной волне с Анжеликой чуть пораньше. Анжелика и Марина – это сетевики в прошлом. Но, как говорится, бывших сетевиков не бывает. И наверняка вы слышали, что здорово, когда в вашу организацию придут сетевики. Но не всегда они нас слышат, потому что по-разному складывается опыт. Но, тем не менее, когда они приходят, они здесь прям оттаивают. И наша Динаида Сергеевна Деревьева говорит, что Коралловый клуб – это палата реабилитации для сетевиков из других компаний. И, конечно же, мне очень бы хотелось, чтобы они поделились, что им такого сказали, что они услышали, что-то в их сердце ёкнуло, и они пришли в Коралл Клуб. И давайте сейчас встретим теплыми, вот прям аплодисментами, прям с теплотой в сердце, вот прям очень-очень сердечно нашего открытого бриллиантового директора Анжелику Судакову. Анжелика, включайте микрофон, включайте камеру и поделитесь с нами вашим таким путём в Коралл Клуб. Я здесь. Отлично. Ну, честно говоря, немножко для меня неожиданно, я не думала, что открытый ранг будет выходить. Добрый день, Коралловый клуб. Что я хочу сказать? Пожалуйста, ездите на мероприятия. Прошлый год мы были в Хабаровске на 9 мая, я туда прилетела с серебряным директором, и я приехала разобраться. Разобраться вообще, что это, да? Потому что опыт сетевого есть, финансовая стабильность, ну, есть всё. Что вы мне хотите предложить? И вот тогда я увидела, вот реально, то, что мне говорила Ирина Серёдкина, мы здесь оттеплились. Я ничего понять не могла. Где они замёрзли, и от чего они оттеплились? Ну, я реально, я после того семинара приехала домой, вот так вот, вы знаете, вот я почему и говорю, вот укуталась шалю от бабушки, да? Вот мне стало легко, мне стало так приятно. Оттеплились. Прошёл год, я была серебряным. Я прилетаю этот год золотым. Со мной никто не полетел из партнёров, потому что регион другой, направленность в другую сторону. А я понимала, что мне надо. Вот я хочу, я хочу вот этот глоток, я не знаю, такого вкусного напитка, от которого тебя потом штырит целый год. Вот реально. И я сама прилетаю, и после того, как я вышла со сцены, когда ко мне подошли Булычева, Латыпова, когда подошла Соманюк, ну для меня это вообще. Потому что я, когда услышала, мне много, Ира Серёдкина мне говорит, вот это послушай, вот это послушай. А потом мне Татьянин отправляет какой-то ролик. Я услышала, говорю, Ира, больше ничего не давай. Вот Татьяна Шаманюк, давай я послушаю. Она мне опять отправляет, я говорю, супер. Опять отправляет, я говорю, супер. И вот представляете, вот серебряный год, золотой. Я прилетаю, и я понимаю, что мне нужно идти дальше. И я открываю бриллианту. Вот все мероприятия, которые, да, которые делает структура, на них надо быть. Настолько надо быть. Я что-то там, может быть, не услышала, не знаю. Но вот то, что ко мне подошли все, и каждый сказал, что, дорогая, ты, ну, нам же надо, да, каждой кошке приятно её имя, её пилечка. Так же и здесь. Дорогие мои, в любом сетевом есть деньги, это точно. Но я вам могу сказать, что это работа. Это работа. Если ты не работаешь, ты не получишь ничего. Но работа какая? Ты изучил материал, ты изучил продукт, ты начал его пользовать, и ты получил результат. Да когда у меня, у внучки с проблемами, у третьей внучки, у моей любимой дочери, да, там, третий ребёнок, проблемы, и помог только Коралловый клуб, ребят, я готова, вот серьёзно. Сколько там до мастера мне ещё там, я не знаю, но я готова сейчас уже встать на колени и всем говорить. И, дорогие мои, этот продукт работает. И если ты пришёл на бизнес, услышь. Иди на мероприятие, учись у тех, кто этот путь уже прошёл. Их много. Спасибо. Анжелика, благодарю вас. Знаете, вспоминаю слова лидеров наших. Если вы ничего не умеете, и вот только единственный инструмент у вас в руках – это события, и вы туда приводите людей, вы 100% состоитесь в этом бизнесе. Да, это точно. Поэтому, Анжелика, благодарю вас. Вам до мастера прям вот совсем чуть-чуть, поверьте, с вашим сердцем, с открытым, с вашей любовью к сетевому, с вот таким уважением к продукту. Ну, конечно, мы все вот тут любим, все мы вот тут любим. Здесь, конечно же, продукт уникален. Очень легко стать мастером. Вот прям очень легко. И это вот, я уверена, что на следующем месяце, вот в мае месяце, вы будете открытым мастером. Вот я в этом прям уверена. И мы встречаем у нас еще один новый бриллиантовый директор, это Марина Язева. Вы знаете, когда мы с ней познакомились, но вот она очень растрогалась, потому что она выступала в блоке «Маркетинг и план». И знаете, очень не случайные люди попадают в коралловый клуб, даже если у них есть опыт сетевой в других компаниях. И я вот помню, как она сказала, я пришла сюда, чтобы зарабатывали мои люди. В других компаниях у меня этого не получалось. Поэтому встречаем нового бриллиантового директора Марина Язева, Иркутск. Марина, включайте микрофон, включайте камеру. Давайте мы все с вами познакомимся, кто с вами еще не знаком. Добрый день, меня слышно? Да, все хорошо. Меня зовут Марина Язева, я думаю, что со многими мы уже знакомы. Я из города Иркутск, мне 56 лет. Кто я? Я мама, бабушка замечательного внука, жена. В прошлом педагог, 7 лет в найме отработав, больше никогда не работала в найме. Далее, ну так жизнь сложилась, дали предприниматель линейного бизнеса, где чаще бизнес имеет тебя, а малый бизнес он такой, а не ты его. Так вот, сетевой я люблю давно, давно, и вот как-то он мне всегда откликался. Коралловый клуб, в Коралловый клуб я пришла год назад. И Коралловый клуб вошел в мою жизнь, ну вот не первой моей сетевой компании. Ну, однако, как говорят сетевики, они же с опытом, хотя я могу сказать, что опыт порой мешает больше, чем помогает. Хотя, ну, конечно, опыт есть опыт, даже без него. Вот, и, конечно же, я не устану повторять, я благодарна своему наставнику, Олесе Пономаревой, я ей безмерно благодарна за то, что я вообще оказалась в ее списке знакомых. Мы когда-то были давно-давно в сетевой компании вместе, в параллельных веточках, вообще ни в одной организации даже. Так вот, очень хорошо, когда есть такие друзья-сетевики, поэтому вот здорово, что, наверное, ну, наверное, бояться тут нечего. Ну, не решила за меня, Олеся, что мне это вообще не надо, что это возможность. Ну, мне и там, ладно, и хорошо. Так вот, что меня зацепило, что меня заинтересовало? Вообще удивительно, что на встречу вторую, вот, как нам говорят наставники, да, нужно пригласить на встречу 2 плюс 1, на шестевые действия, да, и вот это важно. Мы встретились, конечно, 1 плюс 1, а дальше была следующая встреча 2 плюс 1. И мне посчастливилось познакомиться на второй встрече с Ириной Середкиной. И вот эта фраза, которая звучит «Коралловый клуб», это действительно колыбель для сетевиков, это то место, где можно оттаять душой. И эту фразу я тогда услышала от Ирины. Это действительно так, потому что здесь действительно удивительное место, где вот настолько душевно, настолько, вроде бы во всех сетевых компаниях хорошо, но здесь особенная, вот, особенная атмосфера, особенные люди. Они такие родные, такие душевные, и вот все-то, оно как-то начало складываться само собой. А зацепил меня не только продукт уникальный, меня зацепил и маркетинг-план. Ну, я не могу сказать, что только продукт, продукта хорошего много в сетевых компаниях, ВАДов много, но вот такой концепции здоровья, такой стройной системы, ну, я могу сказать, что ее нет нигде. Особенно программа очищения, насколько она результативна, насколько много результатов в нашей команде, вот это просто потрясающе. А когда складываются пазлики и маркетинг-план вот прямо рядом, вот идет с продуктом, это вообще просто потрясающе, потому что маркетинг денежный. И самое-то главное, что вот для меня оказалось важным, что первые вот значимые уровни здесь даются настолько легко, потому что товаробороты небольшие, а вознаграждения достойные. И мои люди с самого начала начинают зарабатывать деньги. И это меня очень вдохновляет. И тоже не устану говорить об этом, потому что это же здорово, когда зарабатывают сразу партнеры, потому что в прошлых компаниях действительно так и было. Ты сам еще зарабатываешь, а твои люди очень долго, как-то вот долго и трудно шли к своим доходам. Что мы делаем? Ну, прежде всего, мы делаем то же самое, что делают все. Мы проводим встречи. Не просто на встречах говорим о концепции здоровья или о возможностях компании. Мы говорим и о концепции, и сразу показываем окупаемость продукта. Как? Как сразу, чтобы было выгодно людям, чтобы они увидели свои выгоды. И люди это, я думаю, что ценят. Они ценят собственную выгоду, потому что они увидят возможности, и дальше открывается уже целый мир. Целый мир нашего каравалового куба. Что важно? Важна командная работа, потому что это тот бизнес, где без команды никуда. И мы не только встречи проводим, как я уже говорила, а это наши поездки на события. Мы были вместе с командой в Новосибирске. Мы были в Хабаровске. Нашей дружной командой. Это просто потрясающе. Когда зажигаются глаза твоих партнеров, и они горят огнем, это тоже дорогого стоит. На события надо привозить свою команду туда. Не надо ездить в одиночку, это уж точно. Там надо быть со своей командой, потому что мы обратно летели в самолете. Я видела уже совершенно другими своих партнеров. Они готовы были в самолете строить планы на следующую квалификацию свою. На всю свою жизнь простраивались планы дальше уже. Открывается совершенно новый мир. Это тоже всегда радует. Ну и понятно, что мы отдыхаем вместе. Мы походы вместе, в театр вместе. Мы рисуем. Чего у нас только лет. Мы празднуем дни рождения своей командой. Это тоже зажигает. Причем всех и лидеров, партнеров, и новичков наших, которые только-только попадают в нашу команду. Я, конечно, безмерно благодарна всем нашим наставникам, моей команде, потому что этот результат – это результат совместной работы. Это командный результат. Благодарна себе, что год назад не прошла мимо этой возможности. Услышала. И сейчас моя жизнь совершенно другими красками заиграла. Она интересная. Она не жизнь пенсионера. Ибо я сейчас… Мой доход в пять раз больше, чем моя пенсия. Поэтому это совершенно новый мир открылся перед нами. Ну, а дальше? Дальше просто фокусируемся на целях. И, главное, отвечаем себе, зачем нам нужен этот бизнес. Арина, благодарю вас. Скажите, а вот наверняка у каждого, кто сидит здесь, есть знакомые сетевики. Все равно мы пишем эти списки. У нас есть знакомые, кто когда-то занимался. Вот что бы вы им посоветовали, порекомендовали всем, кто сейчас сидит и думает про своих сетевиков из своего ближайшего окружения. Самое главное, надо не бояться делать предложение. Когда ты знаешь, зачем ты это делаешь, то тогда нет вообще вопроса, как это делать. Поэтому что дальше говорит сердце. И вот с открытым сердцем к людям сетевики вообще, они тоже люди. Такие же люди, как все остальные. Поэтому если говорит сердце, тогда слышат. И поэтому у всех сетевиков тоже бывают разные ситуации. Конечно, есть сетевики, которые преданы настолько компании. Они любят компанию, даже если они не зарабатывают денег. Но тут уж ничего не поделать. Ну, возможно, вот эту семечку посеяв, когда-то она прорастет. А вот есть те, которые видят чуть-чуть шире, чуть-чуть больше. Ситуации бывают разные у сетевиков. Когда-то они... Марина, включите микрофон. Когда-то... Меня слышно? Нет. Говорите, Марина, вас слышно. Да, собственно, все. Надо просто идти. Идти к людям с распахнутой душой, и все. И все получится. И вас услышат. Тот, кто собирается к своим знакомым сетевикам. Просто надо поспешить. Отлично. Марина, благодарю вас. Ну, как и везде, делать, делать, делать. Разговаривать, разговаривать, разговаривать. Наш список – это большой, который мы пополняем, с которым мы разговариваем каждый день. Это наш капитал. Чем больше мы общаемся, тем капитала больше. И мы с вами двигаемся дальше, и торжественный момент. У нас новые мастера. Самая заветная, самая вкусная, красивая самая квалификация, с которой все-все начинается, самое интересное. И, как говорят мои партнеры, это не ранг. Это именно мастерство. Это профессионализм. Это другой уровень сознания. Это человек, который уже создал большую организацию. И давайте сейчас с открытым сердцем поприветствуем, поздравим наших новых мастеров по итогам апреля месяца. Итак, встречайте. Это Елизавета Карих. И супружеская пара Виктория и Артем Месяц, город Хабаровск. Я от души поздравляю наставников, вышестоящих мастеров, всю спонсорскую вертикаль, от души, от всего сердца. И приглашаю к микрофону Артема Месяц. Катюш, привет. Я всех приветствую. Спасибо большое за поздравления. Ура, ура, ура. Мы это сделали. Мы шли к этому. Нам казалось, что это все такое, что-то недоступное, что это получилось у всех, но не у нас. Но все-таки это случилось. А случилось это почему? Ну, в первую очередь, конечно же, это после принятого решения. Вот я хочу отметить, что включение и принятое решение – это две разные вещи для меня лично. Думаю, для всех тоже. Потому что волна в 2022 году, дальневосточная волна, она меня включила в этот бизнес. Меня и мою супругу. Я очень ей благодарен, что она привела меня на эту волну. Но принять решение – это совершенно другое. То есть после включения я делал действия сетевые, которые должны были привести меня очень быстро к успеху. Но, к сожалению, не получалось. Потому что, как и многие другие новички, мы совершаем какие-то ошибки. И эти ошибки, они разного характера. Но дело в том, что, когда твоя энергия падает после волны, ты думаешь, ну, действительно, это получилось у кого-то, но не у меня. И ты начинаешь сливать свою энергию. Но вот благодаря моей супруге, моей жене, которая очень мудро подходила ко мне с этим планом, она… Вот правда говорят, жена – это шея, а мужчина – это голова. Так вот, жена без всяких, так скажем, усилий, а просто такими словами добрыми, хитрыми сказала, что пока ты, Артем, не включишься, наш бизнес здесь не вырастет. Ну, и всячески меня поддерживала, всегда поддерживала, за что я очень благодарен. Но, главное, верила в меня. И вот как раз-таки, когда человек поверил, ну, я уже думаю, ну, действительно, почему мы не сможем. И здесь уже было принято решение. Принято решение делать это немного иначе, по-другому, с другими мыслями, с другими взглядами. Говорю в общем, да, может быть, для кого-то непонятно. Ну, скажу сразу, то есть, если раньше после волны я выбегал и кричал на весь мир, что доносил эту информацию, и все мне крутили палец у виска и говорили, ты какой-то ненормальный, что с тобой произошло. Все коллеги смеялись на меня. То есть, вот это оттаскивает назад, принять решение, оттаскивает. Страхи, что о тебе подумают. Затем меня еще отталкивало принять решение. Это моя постоянная работа, потому что я сомневался, да. А как же будет, где я буду брать доход, а вдруг у меня ни там, ни там не получится. И вот когда ты на двух стульях, как говорится, не усидишь, то ты качаешься из изурудного в золотое, как мы и качались очень долгое время. Но когда я поставил себе цель, что мастер – это первая такая будет ступень для нашего дальнейшего развития, к ней мы придем однозначно, то после этого, конечно, мысль ушла. После этого ты начинаешь двигаться, да, двигаться уже серьезно. Фокус внимания у тебя только сюда. Ты не отвлекаешься на то, что о тебе подумают, не отвлекаешься на другую работу. Идешь к этому, и эти ранги начинают незаметно просто пролетать. Пролетать мимо, идешь к цели поставленной и не видишь действительно препятствий, как у нас и принято девиз говорить. Вижу цель, не вижу препятствий. Но на самом деле так и есть. Поэтому всем рекомендую сфокусироваться именно, как нам говорили тоже на тренинге. Это фокусиатор, правильно, да, Катюша, или нет? Так вот, поэтому фокус и все. И не обращаем ни на что внимания. Идем к нашим целям. И ура, ура, мастер, он на самом деле делается легко, просто. Верите или не верите, но это действительно так. Артем, благодарю. На самом деле, когда принято решение, когда стрела не отвлекается на пейзажи, которые выпущены в цель. Поверьте, это правда делается легко. На таком кураже это совершенно, вот прям реально другая энергия. Артем, благодарю. От души вас поздравляю. Поздравляю всех, кто был причастен к этому успеху, потому что это реально большая командная работа. И мы встречаем еще одного нашего мастера из Москвы. Елизавета Карих. Елизавета, включай микрофон, включай камеру. Пока Лиза подключается. Всем привет. Включилась. Всем привет, меня слышно? Да. Я только вышла с автобуса, мы были в долгой поездке. Вот, поэтому очень переживала, что мы не успеем доехать, но мы вот только-только прям вышли. Я хочу сказать то, что этот ранг для меня стал сильной неожиданностью. Нет, конечно же, я шла к нему, да, но когда я 30-го числа увидела там, что мне не хватает, скажем так, определенное количество, я уже сдалась где-то там в глубине себя и решила, что, ну, значит, не судьба. Мужа сказала, что должно случиться только чудо. И тут мой наставник это и есть, мое чудо, как оказалось. Ну, я знала это всегда, но это все подтверждалось каждый раз. Говорит мне, тебе осталось там совсем чуть-чуть. И мы делаем коррекцию, закрываем этот ранг. Это такой реально желаемый и долгожданный ранг, к которому я шла достаточно долго. Многие знают, да, что я давно в коралловом клубе и давно ждала этого ранга. Вот, что хочу сказать. Конечно, с ранга мастер уже меняется многое. Меняешься ты сам, меняются люди, меняются потребители, меняется, даже меняется качество, да, твоих коммуникаций с другими. Я знаю, например, что та, к которой я пришла, как говорил вот сейчас Артем, выбегала после мероприятия и всем кричала, люди, вам это нужно. Люди, я вас сделаю здоровыми, счастливыми и богатыми. Ну и да, собственно, за мной никто не шел в сторону богатства и счастья. Вот, но действительно нужна практика, большая практика, постоянно делать, 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 как мы говорим, как мы учим на семинарах, практиковать, рекомендовать, учиться у своих наставников в первую очередь. В ранге мастера какие еще получаются привилегии, да, для того, чтобы те, кто еще не очень хочет, что очень-очень захотел. В ранге мастера, ну, конечно же, хороший чек, да, здесь мы уже говорим о таких суммах, когда человек в целом свободен и уверен за завтрашний день. Как вы знаете, у меня трое детей, я в декрете нахожусь, но выходить на свою работу в найме я, честно, очень не хотела. И где-то до ранга, например, изумрута я все время колебалась, а выходить, не выходить, и у меня все спрашивали, Лиз, ну, ты ж вернешься, да, летать. Я никогда не могла точно и четко ответить. Но в ранге мастера я понимаю, что, конечно, я никуда не вернусь. Ну, зачем мне этот наемный труд? Вот зачем не принадлежать себе? То есть здесь у меня свободное оплачиваемое время, здесь у меня пассивный доход. Потому что, когда даже я отвлекаюсь, да, от непрямой деятельности в Параловом клубе, бывает там роды, да, там дети маленькие, и ты отвлекаешься, твоя команда работает, и команда продолжает рост, продолжается деятельность, все поддерживают друг друга, и это немаловажно, потому что ни в одной другой работе нет такого, чтобы вышестоящий, чтобы начальство было заинтересовано в своем доходе. А здесь у нас, причем даже не в каждой сетевой это есть, а в Параловом клубе это есть. В Параловом клубе каждый наставник заинтересован в росте своего партнера. И мы здесь реально партнеры. Моя организация теперь уже сама организует семинары, да, они выступают спикерами, организаторами. Мои партнеры уже участвуют во всех событиях, есть я на этом событии или нет. То есть уже все настолько самостоятельные, они строят свой бизнес, и этот бизнес есть у каждого из нас. Соответственно, мы поддерживаем друг друга, стимулируем друг друга на рост, как кто-то сверху, кто-то снизу кого-то стимулирует. Но однозначно рост идет, рост идет во всех отношениях. Ваш рост именно так, личности, как человека. Потому что все, что мы делаем в сетевом, все эти навыки, они сейчас продаются за большие деньги. Я лично любитель ходить по марафонам, по всяким коучам и прокачивать себя. Честно, это все стоит больших денег, но в очередной раз я пришла на какую-то лекцию, которая называется «Цена и ценность», и думаю, да, мы же все это делаем в нашем семинаре, зачем мне платить деньги за это все? У нас реально в сетевом есть все, ребят, бесплатно. Просто вот нате, берите и делайте. Ну, в целом все, наверное. Лиза, поздравляем тебя с рангом мастер. Желаем дальнейшего роста. И всех наших, всех наших участников, всех наших новых директоров, серебряных, золотых, бриллиантовых, всех наших мастеров от души поздравляем. Мы желаем только, конечно, скорейшего роста. Потому что на самом деле это здорово. И жизнь с Коралл Клаб всегда меняется к лучшему. И мы это сегодня увидели, мы это почувствовали. И она изменилась у нас, и она меняется. И у наших людей, которые приходят сюда вместе со своими людьми, приходят сюда менять свою жизнь. И в завершении хочу сказать, что у нас 7 числа состоятся итоги огромной, большой структуры платинового мастера Анастасии Сверличенко. И все, кто хотят стать платиновыми мастерами, быть 100%, потому что вы услышите еще больше истории. И услышите для себя что-то такое, что вам важно будет услышать. Потому что вот прям быть в моменте, быть причастным к успеху другого человека, это значит порадоваться него, значит стать успешнее и самому. А 4 июня у нас состоится директорская школа. И вы туда уже можете прийти по итогам мая со своими новыми директорами. Вы придете с новыми директорами, значит повысится ваша квалификация. А рост директоров – это рост всей большой организации и карьерный рост ваш. Потому что мы всегда говорим, мы растем, когда наши люди достигают своих целей. И завершая нашу встречу, я, конечно же, желаю всем плодотворного мая, и чтобы директоров по итогам мая и участников директорской школы у нас было очень-очень много. Потому что рост, он возможен для каждого. И здесь каждый может стать успешным, если захочет. Принятое решение – это наше все. Ну и события нам в помощь. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok